Национальные республики Российской Федерации почти одномоментно в 20-е годы прошлого века получили статус автономий. Кто-то уже отпраздновал столетние юбилеи, кто-то только собирается. На заседании Совета Федерации России шла речь о государственной национальной политике, в том числе и о том, как реализуется она в Чувашии. Главным докладчиком стал первый президент республики Николай Федоров, но начал он не с цифр, а со стихов. «Знаете ли вы страну такую древнюю и вечно молодую, где в лесу тетерева такуют, словно песней сердца околдуют, где, коль праздник, от души ликуют, коль работа, гору дай любую. Знаете ли вы такой народ, у которого сто тысяч слов, у которого сто тысяч песен и сто тысяч вышивок цветет?» Николай Федоров рассказал коллегам о родной республике и истории ее создания. Вспомнил тех, кто в разное время составил славу и гордость чувашского народа. «Для Чувашии, как и для всей России, главным богатством были и есть и будут люди. И мы гордимся нашими земляками, конечно, украсившим Санкт-Петербург архитектором, создателем или одним из создателей знаменитой ограды летнего сада Петром Егоровым, первым российским китаеведом Никитой Бичуриным, кораблестроителем, академиком Алексеем Крыловым, всемирно известным поэтом Геннадий Майги, покорителем космоса Андрианом Николаевым и его младшими звездными братьями, которые тоже получили путевку в жизнь в Чувашии. Это Николай Бударин и Мусам Монаров». Коллеги, какая у нас замечательная страна, да, просто потрясающая. Хочется еще раз искренние слова поздравления передать всем жителям Чувашии, поблагодарить их за их созидательный труд, за то, что они так бережно охранят традиции, корни, истоки. И вас, Николай Васильевич. Продолжение следует...